Огромный столб белого дыма поднимается высоко в небо. Из-за его клубов даже солнца практически не видно. А передвигаться по земле можно только на ощупь. В густом, едком облаке даже в двух шагах разглядеть что-либо невозможно. Вот уже несколько дней рядом с Исосибирском горит отвал. Сейчас ветер уносит дым в сторону леса, но еще вчера весь смог от пожара висел прямо над городом. Люди говорят, что просто задыхались от запаха гари и копоти. Естественно, это влияет на все. И не только на экологию, и на все остальное. Дышать нечем, со всех сторон окружено. Ну, как-то надо пытаться, чтобы это убрали. Отходы лесопиления на эту несанкционированную свалку начали свозить еще в советское время. За несколько десятилетий слой опилок, щипы и горболя достиг толщину 8-10 метров. Из-за огромной глубины залегания пиломатериалов справиться с огнем здесь чрезвычайно трудно. Тушить вот такие вот старые отвалы не только сложно, но и очень опасно, потому что пламя распространяется не сверху, а внутри. В результате, вот смотрите, выгорает вот такие вот пустоты огромные, куда запросто можно провалиться. Вот они здесь. В администрации Лисосибирска сказали, что знает о существующей проблеме. Летом прошлого года на данной свалке были проведены профилактические работы. С помощью тяжелой техники удалось сделать несколько пожарных разрывов. Но, к сожалению, полностью предотвратить возможность пожара пока не удается. Сейчас выпало у нас в городе большое количество осадков. И пробиться вот к местам, где непосредственно происходит тление вот этих опилок, безусловно, очень большая сложность. Пожарная техника практически не проходит. Тем не менее, работа будет организована и продолжена, пока мы все-таки от этой свалки как-то не избавимся. Сейчас Лисосибирск не может похвастаться своей экологией. И виной всему большой уровень задымленности города. Решить эту проблему можно только полностью ликвидировав такие вот незаконные свалки. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Нинесей. Новости.